У людей существует разное представление о семье. Люди, они считают, что семья — это специальная группа индивидуумов, живущих под одной крышей, обязательной составляющей которой являются муж и жена. Вот что такое семья. Семья имеет большую силу. Вне зависимости от обстоятельств, семья сопровождает нас всю жизнь. Вне зависимости от обстоятельств, семья сопровождает нас всю жизнь. Семья не подчиняется внешним условиям. Она подобна вере. Вера имеет силу. Семья подобна вере. Радость, так же как и семья, обладает огромной силой. Я хочу, чтобы вы услышали и поняли, что подразумевается под словом «сила». Сила напоминает мне о динамите. Динамит при возгорании обладает большой силой. Он изменяет и преобразует все вокруг себя. Так же и семья обладает силой. Это сила, которая не зависит от обстоятельств. Это неопровержимый факт, и мы все согласны с тем, что мы, как семья, становимся той силой, которая оказывает влияние на всех окружающих нас. Влияние, которое никто не может остановить или удержать. Поэтому наша сегодняшняя встреча очень важная. Мы понимаем, какая сила заключается в семье. Знает об этом и сатана. И он делает все, чтобы разрушить семьи. Потому что эта сила становится самым могущественным инструментом влияния на земле. И при этом, мы не можем не заметить, что семья находится под прицелом. Ей грозит серьезная опасность. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли Евангелие от Матфея, 24 главу. И начнем сегодня читать с этого места. В 24 главе Евангелия от Матфея найдите, пожалуйста, стих 12. Хотя, давайте начнем с 1 стиха. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли вы все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». «Когда же сидел Он на горе Иллинойской?» То приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» И Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, и берегитесь, чтобы кто не ввел вас в заблуждение или не обманул вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос, и многих прельстят, также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по различным местам». «Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». А теперь я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на 12 стих. «И любовь во многих сердцах охладеет по причине умножения беззакония и несправедливости». А теперь, друзья мои, я хочу, чтобы вы особенно внимательно послушали меня. Мы много можем говорить о технологиях развития семьи. Мы можем говорить об этом, и это хорошо. Мы можем говорить о нуждах мужа, о нуждах жены и детей, и считать, что время от времени нам нужно об этом говорить. Но Библия ясно показывает нам, что в основании семьи возникла трещина. А если в основании дома возникает трещина, то что бы вы ни пытались построить на этом основании, ваше строение не будет прочным. И оно долго не продержится. И сегодня, когда мы обсуждаем тему семьи, нам необходимо понять, что если мы хотим построить хорошее здание, то нужно начать с основания. Библия говорит, когда разрушены основания, что сделает праведник? Мы рождены свыше и наречены праведностью Божьей, но если основанию не уделяется должного внимания, если никто не обращает внимания на фундамент и не придает значения трещинам, которые образуются в этом основании, и если нас не беспокоит то, что основание разрушается, тогда не имеет значения, о чем мы будем говорить. Непрочное основание разрушит все наши усилия. Я могу ответить на некоторые вопросы, разрушить дилеммы, которые возникают в ваших семьях, в отношениях с детьми, но если у вас нет основания, то все здание со временем разрушится и развалится. Итак, давайте обратимся к основным вопросам, связанным с семьей, которая служит основанием всему в нашей жизни. Этот фундамент был прочно заложен всемогущим Богом, и я считаю, что мы некоторым образом забыли об этом и вспоминаем лишь время от времени, возвращаясь к решению некоторых проблем. Существует две движущие силы в нашей жизни. В этом мире существует два самых мощных основания и две самые могущественные силы. Первое основание — это любовь, а второе — эгоизм. Именно на них все держится. Я могу поговорить с вами о том, почему возникают обиды в браке, почему мы гневаемся на детей, о том, что мы делаем неправильно, воспитывая детей. Мы можем говорить об этом, но все равно придем к одному из двух истоков, откуда все начинается, к любви или эгоизму. Все сводится к одному из двух, к тому, что мы называем синдромом собственного «я», или к любви Божьей. Причем синдром собственного «я» всегда возникает неожиданно. Если мы не возьмем его под свой контроль, если мы не поставим наше эго на свое место, тогда никогда не сможем понять силу, заключенную в Божьей любви. В Божьей любви заключена сила, способная одержать победу над злом. В любой жизненной ситуации это наша сила, которая поможет нам быть победителями в каждой ситуации нашей жизни. Тем не менее, мы не пользуемся этой силой, потому что все время возвращаемся к синдрому собственного «я». Мы все время возвращаемся к мысли. В конце концов, я это заслужил. Я вложил в это много сил. Работал, не покладая рук. Я заслужил это. И нет ничего страшного в том, что я немного побуду эгоистом. Говорим мы, но я скажу вам следующее. Эгоизм — это основание, которое использует сатана для разрушения семьи. Все, что совершает Бог, основано на любви. В действительности, если вы уходите от Божьей любви, то вы разрушаете все то, что хочет сделать для вас Бог. И сейчас мы как раз говорим об этом. Мы размышляем о семейных отношениях, которые либо вышли из-под защиты любви, либо так пропитались и наполнились самолюбием, что стали полностью эгоистичными. С этим связаны наши многочисленные проблемы в браке. И все потому, что синдром собственного «я» продолжает разрастаться. Я даже не беспокоюсь о своих детях, а эгоизм продолжает расти. Это похоже на то, о чем мы говорили. Страх за свою жизнь. Страх за свою жизнь означает, что я боюсь потерять свою жизнь. И этот страх побуждает меня предпринимать какие-то действия не из-за любви, а ради своей безопасности. Я должен защищать себя. Итак, мы говорим об этих двух основаниях брака. И когда христиане говорят, «Мы женаты и любим друг друга», я убежден, что они понятия не имеют, что такое любовь. Но, пастор, вы уже проповедовали нам об этом. Я это знаю. Но собственный эгоизм продолжает твердо стоять на ногах. Чувство любви может продолжаться какое-то время, а потом возникает эго. Эгоизм — это основная движущая сила людей, живущих под одной крышей. Это синдром собственного «я». Собственное эго, думаю, что это самая странная фраза, которую я когда-либо произносил. Но оно так и есть. Отрывок Священного Писания, который мы только что прочитали, о том, что любовь в сердцах охладеет, можно перефразировать так. Люди уходят из сферы любви и переходят в сферу здравого смысла. Они говорят, «Это бесполезно. В таких условиях мы просто не можем все время руководствоваться любовью». Вы видите, что происходит? Люди испорчены. Во мне живет страх, что если я буду руководствоваться любовью, мной воспользуются. Я боюсь. Страх живет во мне. Мне нужно заботиться о своем собственном эго. И когда человек покидает сферу любви, сатана обретает над ним власть. В тот момент, когда вы покидаете сферу любви и входите в сферу своего эгоизма, в тот момент, когда вы отказываетесь от любви и начинаете взращивать в себе самолюбие, вы даете сатане власть, и он становится хозяином вашей жизни, когда вы покидаете сферу любви. А теперь спросите себя, почему христианские семьи так подвержены нападкам дьявола? Потому что христианские семьи, которые призваны к любви, полностью покинули эту сферу, и чаще всего я не думаю, что они это заметили. Сатана не сможет получить над вами власть, пока вы пребываете в сфере любви. Мы смотрим на современные браки и видим состязание двух людей. Недавно мы с вами говорили о том, что самое лучшее, что родитель может сделать для своего ребенка, позволить ему самому познавать мир. После того, как вы узнали об этом, вы можете сказать, пришло время молиться. Ваша обязанность состоит в том, чтобы поддерживать в ваших детях жизнь, любовь, мир до тех пор, пока они не смогут сами позаботиться о себе. Это истина. В любом случае, дети не всегда будут делать то, что вы будете им говорить. Они будут проявлять к вам уважение и все прочее, но когда дети покинут родительский дом, то они не будут выполнять в точности все, что будут им говорить родители. Но мы начали говорить о том, как в нас восстает гордость, собственное эго. Мы также затронули аспект такой любви, когда любящий человек не видит плохих сторон в своем избраннике. У некоторых это вызывает отвращение. Поэтому я стал думать, что же необходимо сделать, чтобы сокрушить этот стереотип. И мы начнем с первого послания к Коринфянам, 13 главы, потому что в ней написано то, что поможет вам в ваших семейных отношениях. В нашей картине любви есть пробел, и пока он существует, любовь не будет действующей силой в нашей жизни. В нас чересчур много эгоизма. Мы оставили сферу любви, тем самым отдали сатане власть над нашей жизнью. Поэтому теперь он может приходить и разрушать наши семьи, приводить в беспорядок все прочие отношения. И все это просто потому, что христиане покинули сферу любви. Многие лишь делают вид, что находятся в ней. Вот в чем проблема. Библия говорит об истинной вере и непритворной любви. Мы делаем вид, что пребываем в любви, но это не так. Все дело в том, какое основание имеет наша жизнь. Действительно ли мы пребываем в любви? Давайте проверим свою любовь и посмотрим, чему мы подчинили наши отношения. Покинули ли мы территорию любви? Стало ли самолюбие более искусным в нашей жизни, чем Божья любовь? 1 Коринфянам 13.1 Стизя любви. Если положить эту истину в основание вашей семьи, в ней все станет на свое место. Все наладится. Все механизмы семейной жизни начнут работать так, как они должны работать. Братья и сестры, если мы не берем эту истину на вооружение, мы не будем на первом месте в статистике разводов. В христианской среде совершается больше разводов, чем среди неверующих людей. Знаете, о чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что без Бога люди могут быть более моральными, чем те, кто утверждает, что живет по законам любви. Это ужасно. Нам нужно провести эту сферу в порядок. Итак, читаем первый стих. Я буду читать этот отрывок в синодальном и современном переводе. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Современный перевод. Если я могу говорить на человеческих и даже на ангельских языках, но не имею любви, той причины, того побудительного фактора, того духовного посвящения, которое исходит от любви Божьей к нам и в нас, тогда я лишь гонг, издающий сильный шум. Я кимвал звучащий. Синодальный перевод. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое опознание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Современный перевод. Если я обладаю пророческим даром, даром истолкования божественной воли и предназначения, если я понимаю все таинственные явления и загадки, если я обладаю всем знанием, если у меня хватает веры на то, чтобы двигать горы, но у меня нет любви, Божьей любви ко мне, то я ничто, бесполезный человек. Я бесполезный человек, если у меня нет любви, Божьей любви, действующей во мне. Это и есть фундамент нашего брака. Синодальный перевод. И если я раздам все имение мое, современный перевод, даже если я раздам все, что у меня есть бедным, чтобы дать им пищу, синодальный перевод, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы, современный перевод. И если я придам тело мое на сожжение, послушайте, я не хочу, чтобы вы думали, что я придаю свое тело на сожжение в огне. Не об этом говорит Павел. Я тружусь так усердно, что фигурально сгораю, как в огне. Он сравнивает усилия с горением в огне. Павел говорит, если я отдам свои деньги бедным на пропитание, если буду перемещать горы и совершать что-то немыслимое, так что буду сгорать, как в огне, знаете что? Это все равно не принесет никакой пользы. Здесь Павел рисует перед нами картину всего, что может сделать человек, если приложит все свои усилия. Но совершив все это, и оценив подлинность и ценность этих дел, сможет ли он сказать, что это имеет смысл в его жизни? Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Сейчас я прочитаю эти стихи в современном переводе, чтобы мы могли яснее понять, что такое любовь и милосердие. Любовь долго терпит, она терпелива и добра. Любовь никогда не завидует, никогда не завидует, она не переполняется завистью, не тщеславна, она не превозносится, она не выказывает самодовольство, она не хвастлива, она не жестока, она не раздувается от гордости. Она не груба, она почтительна, она не ведет себя непристойно. Божья любовь в нас не отстаивает свои права, не требует своего, потому что она не корыстна, любовь не капризна, она не раздражительна, она не обидчива. Она не вспоминает о сделанном ей зле. Любовь не вспоминает о том зле, что ей причинили. Она не вспоминает об этом. Вот здесь мы все спотыкаемся. Потому что каждый христианин, которого я встречал, включая и меня самого, вспоминает то зло, которое ему причинили. И мои поступки по отношению к другим людям часто определяются тем, что у меня негативные воспоминания об этих людях. Я покинул территорию любви и позволил сатане обрести власть над моей жизнью. Сделать это помог мне мой черный список тех, кто причинял мне зло. Я сейчас говорю о противопоставлении того, чем является любовь. Говорю о том, что значит выйти из сферы утешения и противостать любви. Я даже старался проявлять любовь к тем, кто делал мне зло, но обнаружил, что большинство христиан, окружающих меня, не согласны с этим. Это действительно истина, что порой неверующие люди легче и быстрее прощают своих обидчиков, чем христиане, потому что просто поразительно, сколько условий для прощения и любви есть в нашем списке. Хотя наша любовь должна быть безусловной. Подумайте об условиях, которые вы ставили друг другу в браке. Да, дорогая, я люблю тебя, но... Да, сынок, я люблю тебя, но... Все это условия, которые мы ставим в нашей жизни, в наших семьях, но любовь должна быть безусловной. Все это время мы остаемся спасенными людьми, но при этом нас окружают условия, условия, условия. Они управляют нашим домом. И если все эти условия управляют нашим домом, в нем не будет безусловной любви, потому что мы стали христианами с условиями. О, да, мы спасены, мы освящены, молимся на иных языках, но при этом мы люди, ограниченные условиями. Я прощу тебя, если... Для этого есть условия. Слово «если» означает, что есть некое условие. Я сделаю это, если... Далее следует условие. Любовь говорит, «Я люблю тебя» и точка. Христианам тяжело принять это. Не может быть никакой точки. Как же быть? Вы просто не знаете, как они меня оскорбили. Не обращайте внимания на зло, которое вам причиняют. Но я не могу этого сделать. Вы просто не знаете, как они меня оскорбили. И снова мы возвращаемся к собственному «я». Не обращайте внимания на зло, которое вам причиняют. Но вы не понимаете, мне причинили боль. Не обращайте внимания на зло, которое вам причиняют. Не знаю, как это влияет на вас, но вот такое влияние получаю я. Я всегда говорю себе, не удивляйся, когда что-то идет не так. Потому что если ты бездействуешь, все будет идти не так. И как вы узнаете, можете ли вы что-то сделать или нет? Ведь вы даже не сделали первый шаг. Вы уже решили про себя. Это невозможно. Самосохранение. Не знаю, что со мной произойдет, когда я это сделаю. Самосохранение. Знаете, что самосохранение говорит небесам? Я не могу возложить на Бога свои заботы, потому что могу сам позаботиться о себе. Я не могу поверить, что Бог справится с этой проблемой и позаботится обо мне. Поэтому я должен воспользоваться ситуацией и взять заботу в свои руки. Знаете, что происходит, когда вы берете ситуацию в свои руки? Бог отступает. Он говорит, «Знаешь что, дружок? Ты только что признал себя Богом в своей жизни. Я не нужен тебе, потому что ты решил, что справишься с этим сам». Вот почему Бог говорит, что любовь не имеет гордости. Потому что твоя гордость утверждает, «Ты должен зависеть от своих ресурсов, а не от небесных». Вот в чем состоит суть любви. Она дает Богу возможность действовать внутри меня. Я понимаю, что сила, которая у меня есть, полностью зависит от моего пребывания в Божьей любви, а не от того, что я пытаюсь сам быть Богом в своей жизни. Это происходит в результате пребывания на территории любви. Даже когда мое пребывание в любви подвергается сомнению, то ничто не сможет отнять ту силу, которая исходит от меня. Силу сохранить здоровый брак. Силу для того, чтобы воспитывать детей. Хотя, может быть, я воспитываю их не самым лучшим образом. Может быть, то, что я делаю для своих детей, имеет основание страха, потому что я просто боюсь, что могу повторить мои ошибки или ошибки моих родителей. И я не доверяю Богу. Я говорю, что доверяю Ему. Но на самом деле этого не делаю. Я лишь говорю об этом. Я люблю тебя, Господь. Я доверяю тебе, Господь. А когда дело доходит до того, чтобы подтвердить наши слова действиями, мы спотыкаемся. Моя задача на этой неделе показать вам реальность этой истины. Не религию. Не хлоп-хлоп, аллилуйя. А действительность того, что в основании нашего брака образовалась трещина. И в конце концов, вы поймете, что все разногласия, все душевные страдания, вся боль, все, что происходит не так в вашей семье, исходит от той трещины в фундаменте любви. Вот откуда все идет. Но мне так больно, я переживаю. Вы позволили своим чувствам господствовать в вашей жизни. Мы приближаемся к тому, о чем я сегодня хотел сказать. То, о чем я читал. И мне больше ничего не хочется делать. Как только находить то, что о любви говорит Священное Писание. Я уже говорил вам, что сделал заметки на заднем сидении своей машины. Я написал еще другие заметки. В эти выходные я занимался тем, что делал удивительные записи. Это потрясающе. Это здорово. И Господь сказал, почему ты будешь говорить обо всем этом, если трещина уже заделана? Мы движемся в правильном направлении. Следующее, о чем мы с вами поразмышляем, это то, что основания любви необходимо восстановить. И с чем нам еще придется иметь дело, это незрелость. Многие браки, многие семьи остаются незрелыми. А вы знаете, что происходит, когда мы остаемся незрелыми? Вы никогда не сможете пройти поприще любви, потому что только зрелым людям по силам это пройти. Чтобы идти дорогой любви, нужно обладать определенной степенью зрелости. И если вы поймете эту истину, то она начнет действовать. А она начнет действовать, и станет подобием кислоты. Сегодня эта истина сожжет вашу гордость и приведет к тому, что вы пересмотрите свои ценности и приоритеты, и вы вернетесь к тем отношениям, которые должны быть в семье. И знаете что? Я понял, что многие вещи в моей жизни совсем ничего не значат. Единственное, что действительно имеет ценность, это наши отношения, основанные на любви. Поэтому, простите меня, я думал о себе, я хотел этого для себя, но когда пришла любовь, она как кислота уничтожила мое собственное эго. И как только вы избавитесь от своего эгоизма, ваши глаза откроются. Библия говорит в книге Бытие, и открылись глаза их. Многие люди в мире говорят, что после совершения греха у Адама и Евы открылись духовные глаза. На одном из наших служений мы обнаружили, что открылись у них именно их плотские глаза. До этого момента они уже были способны видеть духовный мир. Их глаза открылись, и они увидели, что Бог не хотел, чтобы они видели. И с тех пор мы многое видим из того, что Бог не хотел бы, чтобы мы видели. И первое, что спрашивает Бог, с кем ты разговаривала? Другими словами, с чего все началось? С чего все началось? Как возникла трещина в основании? Как все произошло? Многие вещи произошли, потому что я был где-то и слушал кого-то, что противоречило тому, что повелел Господь. Будь то родственник, подруга, друзья, в общем, кто-то открыл мне глаза и показал новый смысл вещей. Это не привело к вере, это привело к новому смыслу, который противоречил всему, что сказал Бог. И эти слова стали управлять моим мышлением, стали влиять на мои чувства, и я начал принимать решения на основании неверных слов. Если вы делаете то, что я говорю вам делать, то хочу оказать на вас влияние. Нет, в действительности вы сами оказываете на себя влияние, если быть честными. Никто не может изменить вас, но Господь постоянно стремится изменить нас, но Он не в силах изменить тех, кто не желает перемен. Аминь? Хорошо. Я дошел до того момента, чтобы снова вернуться к любви. Хорошо. А теперь смотрите. Читаю в современном переводе. «Любовь не вспоминает о том зле, что ей причинили». Вы это серьезно? Любовь не вспоминает о том зле, что ей причинили. Да, но Он сделал. Любовь не вспоминает о том зле, что ей причинили. Да, но... уберите свои но. Потому что это не любовь. Я хочу сказать, вы будете это делать, либо нет. Любовь не обращает внимания на то, за что он незаслуженно страдает. Вы это серьезно? Тот, кто любит, просто не обращает внимания на то, что ему причинили боль. Например, кто-то обидел вас, а вы не обращаете на это внимания. Что? Писание говорит нам, что нам следует делать в отношениях друг с другом. Вас незаслуженно обидели. Ваша жена обидела вас. Ваш муж обидел вас. И вы целую неделю думаете об этом. Но когда пришла любовь, она как кислота уничтожила мое собственное эго. И как только вы избавитесь от своего эгоизма, ваши глаза откроются. Библия говорит в книге Бытие, и открылись глаза их. Многие люди в мире говорят, что после совершения греха у Адама и Евы открылись духовные глаза. На одном из наших служений мы обнаружили, что открылись у них именно их плотские глаза. До этого момента они уже были способны видеть духовный мир. Их глаза открылись. И они увидели, что Бог не хотел, чтобы они видели. И с тех пор мы многое видим из того, что Бог не хотел бы, чтобы мы видели. И первое, что спрашивает Бог, с кем ты разговаривала? Другими словами, с чего все началось? С чего все началось? Как возникла трещина в основании? Как все произошло? Многие вещи произошли, потому что я был где-то и слушал кого-то, что противоречило тому, что повелел Господь. Будь то родственник, подруга, друзья. В общем, кто-то открыл мне глаза и показал новый смысл вещей. Это не привело к вере. Это привело к новому смыслу, который противоречил всему, что сказал Бог. И эти слова стали управлять моим мышлением, стали влиять на мои чувства, и я начал принимать решения на основании неверных слов. «Если вы делаете то, что я говорю вам делать, то хочу оказать на вас влияние». Нет, в действительности вы сами оказываете на себя влияние, если быть честными. Никто не может изменить вас. Но Господь постоянно стремится изменить нас, но Он не в силах изменить тех, кто не желает перемен. Аминь? Хорошо. Я дошел до того момента, чтобы снова вернуться к любви. Хорошо. А теперь смотрите. Читаю в современном переводе. Любовь не вспоминает о том зле, что ей причинили. Вы это серьезно? Любовь не вспоминает о том зле, что ей причинили. Да, но Он сделал. Любовь не вспоминает о том зле, что ей причинили. Да, но... Уберите свои «но». Потому что это не любовь. Я хочу сказать, вы будете это делать, либо нет. Любовь не обращает внимания на то, за что он незаслуженно страдает. Вы это серьезно? Тот, кто любит, просто не обращает внимания на то, что ему причинили боль. Например, кто-то обидел вас, а вы не обращаете на это внимания. Что? Писание говорит нам, что нам следует делать в отношениях друг с другом. Вас незаслуженно обидели. Ваша жена обидела вас. Ваш муж обидел вас. И вы целую неделю думаете об этом. А любовь не обращает на это внимания. Я не говорю, не разбирайтесь с этим. Я не сказал, не надо об этом говорить. Конечно же надо. Я говорю о ситуации, когда вы уделяете этой проблеме столько внимания, что она начинает управлять вами, начинает определять ваши эмоции и господствовать над вашей жизнью. Эта проблема начинает направлять. Она вас раздражает и причиняет боль. Это проблемная часть. Если вы обращаете внимание на такие ситуации. Я говорю об этом, потому что много внимания мы уделяем обидам. Пастор, а сами-то вы пробовали так делать. Да, работает отлично. Я научился от своей жены. Я пытаюсь начать с ней спор, а она берет меня за щеки, целует в лоб и говорит, я люблю тебя. Таким образом, Тефи оставила меня разбираться с самим собой. Раз я захотел быть эгоистом, то она оставила меня наедине с собой. Любовь не обращает внимания. Она не обращает внимания. Это трудно. Возможно ли это сделать? Да, возможно. Что это значит? Это трудно. Что это значит? Это трудно. Что это значит? Ну что ж, это трудно. Работать трудно. И что? Бросать работу? Трудно. И что? Покончить с собой? Да, но это трудно. Трудно. Ну и что из этого? Это не значит ничего, кроме того, что я подвергаюсь испытанию. Если это трудно, то значит, что это не надо делать. Если трудно, значит, мне надо принять вызов и сделать то, что надо. Ну если трудно, значит, мне надо сдаться. Знаете, большинство людей так и поступают. Трудно. Как дела в вашем браке? Трудно. Мне в браке трудно. И что теперь? Развестись из-за того, что трудно? Вот новость. Всем трудно. В то или иное время все проходили через трудности, но люди, которые не останавливались и продолжали свой путь, им стало легко. Но было трудно. Что было бы, если бы мы все бросали, когда становится трудно? Давайте, к примеру, озвучим такое правило. Когда трудно, бросай. Вы начали заниматься на тренажере, чтобы сбросить 22 килограмма. Стало трудно? Бросайте. Если вы будете все бросать, когда приходят трудности, знайте, что вы открываете для себя. Вы никогда не приблизитесь к успеху. Испытания — это обязательное условие для развития. Трудности вас закаляют. и последующие испытания вам будет намного легче переносить. То же относится и к нашим семьям. Вы знаете о том, что испытания могут сделать крепче ваши отношения в семье? Сделать вас ближе друг к другу? Я удивляюсь тому, что люди хотят развестись в тот момент, когда их семья переходит через испытания. Вот что я узнал об испытаниях. Да, проходить через испытания — это тяжело. больно, унизительно. Но те люди, которые не сдаются в трудные периоды жизни, приобретают то, чего сдавшиеся никогда не узнают. Они выходят на уровень близости, новый уровень любви. Они выходят на новый уровень развития. Потому что, несмотря на всю боль, решение не сдаваться вывело их на новый уровень. Я знаю, что это звучит жестко. Но если вы вспомните все свои ссоры, разногласия, все, с чем вам пришлось разбираться, если вспомните ту причину, из-за которой вы не сдались, значит, вы увидите. Знаете, что вы увидите? Развитие, переход на новый уровень. Да, это было ужасно. Это было тяжело. Трудно. Это было ужасно. Это невозможно простить и нельзя исправить. Испытание обмануло так много семей, заставив их думать, что из-за этих трудностей надо все бросать. Нет. Если вы не сдадитесь, то испытание приведет вас к развитию. А что значит сдаться? Речь идет о том, чтобы махнуть друг на друга рукой? Нет. Есть что-то ценное и дороже, чем вы сам. Я не говорю о том, чтобы махнуть друг на друга рукой. Я говорю о том, чтобы не оставлять любовь. Чтобы не оставлять заповедь. Я говорю о том, что когда у вас сильное желание не исполнять заповедь о любви, вы думаете, «Боже, я этого не сделаю. Все равно буду любить. Если этого не будет делать никто другой, я буду любить. Буду ходить в любви. Я не оставлю любовь». Когда на вас обрушаются разные испытания, вы со слезами на глазах говорите, «Я буду любить». Тогда вы становитесь самым сильным человеком на планете. Вы становитесь тем, кто не подчинил свою жизнь сатане, чтобы тот мог помыкать вами из-за того, что вы вышли из круга любви. Если вы обратитесь к семейному терапевту, он вам скажет то, что имеет смысл. Вы пойдете домой, будете исполнять эти указания, но с трещиной в вашем фундаменте вы не сможете делать этого долго. Я знаю, что это не поможет. Терапевт возьмет ваши деньги, даст вам то, что немного подействует. Вы почувствуете себя лучше. А когда этот совет перестанет действовать, он скажет, «Давайте я сделаю вам укол, чтобы вы лучше почувствовали себя». Сегодня мы не будем делать этого. Я здесь для того, чтобы помочь всем нам посмотреть в лицо фактом, разобраться, что мы не делаем и в чем мы не развиваемся. Мы говорим и говорим, все время говорим. «Слушай, я люблю тебя!» Нет, не любите. Эта фраза уже стала религиозной. Она не настоящая. Она звучит и выглядит хорошо, так же, как и религия. «Я выгляжу и говорю в соответствии со своим фальшивым религиозным «я». Так что возьми это домой. Люблю тебя, дорогая». Потом жена спрашивает, «Ты сказал, что любишь меня?» «Ну хорошо. А как насчет того, что случилось вчера? Ты все еще сердишься из-за этого? И сколько раз ты будешь мне напоминать об ошибке, которую я сделала 20 лет назад? Ты любишь меня? Да? Не обращает внимания на перенесенное зло. Это и есть любовь. Если вы будете делать это, то и мы, вот такой метод. Но знаете, что мы делали все эти годы? Да, я знаю, Библия говорит так, но мы пытаемся найти какие-то лазейки. Ведь чтобы любить, требуется умереть для себя. Иисус говорил о смерти эго, то есть, если вы на самом деле хотите жить, то должны умереть для себя. И если вы хотите, чтобы это работало, то суть именно в смерти эго, именно это приводит вашу жизнь к любви. Но пока вы не будете готовы умереть для своих программ, для себя, своего эгоизма, пока вы не станете слугой своему мужу, своей жене, вы будете удаляться от силы. Вам кажется, что вас используют, но на самом деле вы получаете преимущество в пользу брака. Мы уже говорили, не ваше дело, как с вами обращается супруг, ваше дело, как вы обращаетесь со своим супругом. Да, но вы не понимаете, что со мной сделали. Вы просто не понимаете, как меня обидели. Нет, подождите, подождите, подождите. Вы не своим делом занимаетесь. Как вы обращаетесь с супругом? Ну, он эгоист. Ладно. А что насчет вас? Он эгоист, а вы полны любви? Ну, нет. Думаю, если он будет делать, то и я тоже. Поэтому ничего и не работает. Вы занимаетесь не своим делом. Ваше дело ходить в любви, независимо от того, что делает другая сторона. Вы можете говорить все, о чем думаете, но суть дела не в этом. Суть дела не в том, что вам сказали, как сказали, а вот в чем. Я чувствую, что мне надо защищать себя. Кажется, не очень получается следовать заповеди Божьей, потому что я снова обиделся. Слушайте, сколько тут у нас одиноких людей. Я хочу, чтобы вы послушали меня очень-очень внимательно. Возможности, которые сейчас у вас есть для развития отношений, которые есть у вас, пока вы одиноки, расскажут мне все о том, как вы будете себя вести в брачных отношениях. Так что обратите внимание на эти отношения. Да, но мы-то не в браке. Просто посмотрите на отношения, которые у вас есть сейчас. Вы центр всего? Кто из вас вытаскивает бумажник, когда вы идете вместе на обед? А? Мои друзья делают это всегда. Мы все время боремся за право заплатить. Посмотрите на то, как вы сейчас ведете себя с другими людьми. Потому что, скорее всего, вы это перенесете и в другие отношения. Единственная разница между отношениями с друзьями и женой в том, что с женой они должны быть более близкими. Со своей супругой в святом святых вы разделяете гораздо больше, чем с людьми во внешнем дворе. Но в целом, то, что вы делаете во внешнем дворе, вы перенесете и в святое святых. Если не будете обращать внимание на то, как ведете себя в других отношениях, вы извлекаете выгоду из отношений с другими людьми или сами даете им выгоду. Вы общаетесь с ними для того, чтобы сделать их жизнь лучше или только для того, чтобы сделать лучше свою жизнь. Потому что, в последнем случае, вы упражняетесь в эгоизме, а не в любви Божьей. Вы позволяете себе упражняться в эгоизме, а не в любви Божьей на основании того, как вы обращаетесь друг с другом. Верный в малом будет поставлен над многим. Так что, если вы эгоисты, то вы не готовы вступить в брак, потому что тот же синдром вы перенесете в свою семью, и ничего не будет работать. Почему? Потому что слишком многие из вас еще живут. В брак должны вступать только мертвые для себя люди. Они не могут справиться с этим. надо распускать собрание. Некоторые люди говорят, «Иисус!» А некоторые недостаточно мертвы, чтобы вступить в брак. Если вы вступили в брак живыми для себя, то вам надо умереть. Но когда в браке оба супруга мертвы для себя, тогда брак будет жить. Вот это Иисус и старается донести до нас. «Умрите для себя! Прошу вас умереть для себя!» Убейте свое эго, и вы будете жить. Теперь смотрите. Она не радуется несправедливости и неправедности, но радуется, когда правда и истина побеждают. Любовь все переносит. Правда? Она переносит все, с чем встречается. Всегда готова верить в лучшее о любом человеке. Ее нужды не угасают при любых обстоятельствах, и она все терпит, не ослабевая. Позвольте мне прочесть из перевода послания, и потом я перейду к тому, что на самом деле благословила меня сегодня. В переводе послания говорится, «Послание, любовь, никогда не сдается, а она никогда не ставит крест». Вы можете вспомнить людей, на которых вы поставили крест? «Я об этом подумал, когда сказал, «Любовь никогда не сдается». В своей жизни я поставил крест на многих людях, но любовь никогда не сдается. Это совсем не значит, что вы должны бегать за людьми, или что-то подобное. Нет, я говорю не об этом. Они могут уйти, может быть, вы не будете видеться с ними 15-20 лет, но если они вернутся, вы все так же готовы их любить. Нет, я не согласен с тем, кто говорит, «Ну знаете, вы должны любить все, что они делают. Я вас люблю». Вы можете продолжать делать глупости, если хотите. Я не собираюсь делать их вместе с вами. Я люблю вас, вас, но не ваши глупости. Любовь никогда не сдается. Вы должны. Иногда вы чувствуете так, «Знаете, я сдаюсь, но любовь, она не...» Это все равно, как любовь родителям к детям, что бы они ни делали. Вы не ставите на них крест. Они вас обижают, но вы все равно заботитесь о них. Вы не можете заставить их что-то делать. Просто вы рядом. Я буду любить тебя, независимо от того, что ты делаешь. Я буду любить тебя. Ты все равно мой сын. Ты все равно моя дочь. Я буду любить тебя. Ты ведешь себя очень неразумно, «Но я буду тебя любить, потому что никогда не поставлю на тебе крест». Кто-то скажет, «Ну уж не знаю». Тогда сравните это со своими отношениями с Богом. Ведь Он не поставил на вас крест. Несмотря на все глупости, которые вы делали в своей жизни, вы все равно приходили, падали на свое лицо и говорили, «Иисус, помоги мне». И Он приходил на помощь. То, как мы относимся к своим детям, должно быть подобно тому, как Бог относится к нам. И каждый раз, когда у вас оканчивается терпение, вспоминайте о том, что делали вы и как при этом Бог поступал с вами. Любовь никогда не сдается. Любовь больше заботится о других, чем о себе. «Я больше заботюсь о других, чем о себе». Другие для меня важнее, даже если от этого я испытываю боль или это стоит мне здоровья. Я учу наших лидеров, когда приходят люди. Я забыл сказать, вы не должны в первую очередь думать о себе. Сначала подумайте о других, а потом о себе. Мест больше нет. А как насчет твоего места? И у людей есть место. У них есть место, потому что мы, как слуги, не хотим затруднять им жизнь. Мы хотим облегчить им жизнь, даже если становится трудно нам, если трудно становится мне. Я хочу, чтобы труднее было лидером и служителем церкви. Хочу, чтобы нам было труднее, чем людям, которым мы служим. А иногда мы поступаем так, осложняем жизнь людям, которым мы служим и упрощаем себе. Если так сделать, это будет легче для меня. Да, но зато труднее для кого-то еще. Любовь больше заботится о других, чем о себе. О ком вы заботитесь больше, чем о себе? Любовь не хочет того, чего не имеет. Я живу по такому принципу. Цени все, не ожидай ничего. Этот принцип оберегает вас от разочарования. Я ценю все и не ожидаю ничего. Я всего ожидаю от Бога. Но что касается людей, то ценю все, но не ожидаю ничего, потому что я усвоил кое-что. Если чего-то ожидать от людей, а потом это ожидание не исполняется, приходит разочарование и происходят всякие неприятные вещи. Поэтому лучше изменить свое отношение и иметь благодарное сердце. Я благодарен за все, но не ожидаю ничего. Я ожидаю, что Бог сделает для меня что-то, и я благодарен за все, что имеется. Любовь не превозносится. Она не важничает. не навязывает себя другим. Не я всегда на первом месте. Любовь это не я на первом месте. Она не срывается. Она не срывается. Она не подсчитывает грехи других. Мы поступаем так в браке. О да, у вас были такие споры, во время которых вы принимали то, что произошло многие годы назад. Да, ты сделал вот это, это и вот это. Ты что, ведешь дневник моих грехов? И вы думаете, да нет, а потом, получается, что веду. Получается, да, ты все помнишь. А я думал, что мы с этим уже решили. Да, решили, но я просто хотел тебе напомнить, что ты сделала. любовь не подсчитывает грехи. Она получает удовольствие, когда процветает правда, а она переносит. Еще кое-что коснулось меня. Любовь все переносит. Давайте возьмем другой перевод. Хорошо. Внутри тебя поднимается какое-то чувство. Хорошо. Давай подумаем. Бог это любовь? И смотрите, Бог ни разу за все время не предложил нам развод. Ни разу Бог не сказал, знаете, я хочу развестись. Больше не могу. Вы сильно действуете мне на нервы. я уже навел потоп один раз. Думал, что после этого будете вести себя лучше. Я вас снова убью. Вы мне действуете на нервы. Просто вымотали мне все нервы. Вы можете представить, что Бог говорит такие вещи? Вы мне надоели. Вы никогда такого не слышали и никогда не услышите. любовь все переносит. Именно это Бог проявляет в том, что касается наших с Ним отношений. Серьезно? Вы можете представить, что приходится терпеть Господу? И Он просит меня терпеть лишь небольшую часть того, что Ему приходится терпеть каждый день. У вас воршливая жена. Переносите это. все изменится. Но мы так быстры на решение. Я не буду мириться с этим. А почему вы не будете терпеть? Опять все возвращается к вопросу об эго. Я не буду это терпеть, потому что много работаю, а когда прихожу домой, опять эго, опять я. Вот поэтому жена и ворчит. Вероятно, ваша жена считает, что вы ее не слушаете, ведь ей приходится повторять несколько раз, потому что с первого вы ничего не сделали, а она думает, что не добьется никакого результата, пока не начнет ворчать. Потому то мы учим друг друга негативу. Любовь всегда доверяет Богу. Любовь всегда ждет лучшего. любовь никогда не озирается назад. Вы знаете, какими бы стали наши отношения, если бы мы перестали озираться назад? Некоторые люди всю свою жизнь оглядываются назад. Всякий раз, когда вы озираетесь назад, ничего не получается. Любовь смотрит вперед, но она идет до конца. Она идет до конца. Я хочу перечесть вам эту часть из версии короля Иакова, а потом вот отсюда, и я хочу показать вам что-то потрясающее, по крайней мере для меня. Восьмой стих, версия короля Иакова. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Теперь смотрите, что говорит Павел. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, и по-младенчески мыслил, когда я был младенцем, но когда я стал мужчиной, я оставил младенческое. Иначе говоря, когда я был незрелым, то говорил и вел себя как незрелый человек. Но когда я стал зрелым, то оставил незрелое. Послушайте вот это. Перевод послания. «Когда я был младенцем у груди матери, я гукал, гулил как младенец. когда я вырос, я оставил это младенчество навсегда. Если мы не живем в любви, то ведем себя как младенцы. Мы как младенцы.